Всем привет! Магний очень важен для нашего организма. При недостатке магния не усваивается кальций. Некоторые принимают препараты кальция и недоумевают, почему кальция все равно мало, а причина в том, что без магния кальций проходит порожняком и не усваивается. Я расскажу еще много интересного про магний, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Но прежде чем продолжу, хочу сказать, что если вам интересно, как справиться с простудой за один день без использования лекарств, переходите по ссылке под видео в мою группу ВКонтакте и получите там мою книгу бесплатно. Магний отвечает за синтез белка, регулирование кровяного давления, нормальное функционирование мышечной и нервной систем, контроль уровня сахара в крови, транспортировку кальция и калия в клетки. Магний облегчает запоры и снимает мышечные судороги. Магний использует почти каждая клеточка и орган. Особенно важен магний для сердца, мышц и почек. Недостаток магния может привести к нарушению метаболизма и работы митохондрий. В результате могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Магний помогает вырабатывать серотонин, поэтому недостаток магния может привести к плохому настроению и депрессии. Также магний влияет на качество сна. В наше время до 80% людей не получают достаточного количества магния из своего рациона. И почти 45% имеют дефицит магния. При дефиците магния могут появиться усталость, депрессия, сахарный диабет, гипертония, нарушение сна, тромбозы, остеопороз, кариес, сердечно-сосудистые заболевания. Лучший способ противостоять опасности дефицита магния – это увеличить потребление продуктов богатых магнием. Таким продуктом относятся зеленые листовые овощи, такие как шпинат, ботва, репы, свеклы, капуста, салаты, брокколи и брюссельская капуста, какао, авокадо, семена и орехи, тыква, кунжут, жирная рыба, такие как лосось и скумбрия. Различные травы и специи, кориандр, зеленый лук, семена тмина, петрушка, семена горчицы, укроп, базилик и гвоздика, а также фрукты и ягоды, такие как папайя, арбузы, сушеные персики и абрикосы, томаты, натуральный йогурт. Одних продуктов может быть недостаточно для восполнения суточной нормы магния. Поэтому медики рекомендуют принимать магний дополнительно. Выпускается магний в нескольких формах. Цитрат магния содержит 16% магния. Это самая сбалансированная по цене и биодоступности форма для внутреннего приема. Галицинат магния содержит 42% магния. Это хилатная форма магния, которая усваивается чуть хуже, чем цитрат магния, но стоит дороже. И если нет возможности переплачивать, лучше остановиться на цитрате магния. Хлорид магния. Эта форма магния хорошо усваивается, но имеет низкое содержание магния, всего 12%. Оксид магния содержит 60% магния. Это наиболее дешевая форма магния, но при этом усваивается организмом всего на 4%. Итак, для себя я выбираю цитрат магния. Принимать лучше совместно с кальцием, витаминами D и К, один раз в день, в дозировке 300-400 мг. Принимать его лучше после еды, чтобы не раздражать слизистую желудка и избежать запоров. И лучше во второй половине дня, потому что магния обладает успокаивающим и регулирующим сон эффектом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Буду рада вашим комментариям и лайкам. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные для вашего здоровья видео.